Следующая двойка участниц, которые продемонстрируют нам свое кулинарное мастерство, это Татьяна Альбрехт и Ольга Примайчук. Девушки, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, готовы к кулинарному этапу? Всегда готовы. Отлично, всегда готовы. Ну, то есть, как бы кулинария для вас это та стезя, в которой вы вообще не переживайте, что просто сейчас ворветесь в бой, прям смело. Несомненно. Однозначно. Ну, смотрите, правило в следующем. Вы уже увидели, что здесь целая куча продуктов, разных продуктов, продукты нам предоставлены от сети магазинов колбасного цеха Колизей. Следовательно, в свежести продукции вы можете не сомневаться и в ее разномастности. Итак, у вас есть 20 секунд, чтобы из всего того, что вы видите, набрать себе продуктовую корзину. И потом по истечении 20 секунд я скажу, что с этим делать. Итак, время пошло. Ну что, очередная двойка участниц и очередное количество ошибок, которые, ну, мне кажется, не может совершить хозяйка. Если вы видите гору продуктов, нужно брать все, просто сносите, сносите. Если вам это не пригодится, пусть лежит оно в холодильнике. Специи, как обычно, не взял никто, но хотя бы взяли бутылку масла. Итак, девушки, задание заключается в следующем. Из того набора продуктов, которые вы выбрали для себя, из той кучи возможных вариантов, вы должны приготовить два блюда. Каждая должна приготовить два блюда. И на все это у вас 60 секунд. Пользоваться ресурсами своей соперницы нельзя. Общие только вода и только приборы. На все у вас 60 минут. Поехали. Ольга, ну что, в замешательстве? Да нет, в принципе. Попробую два блюда приготовить. Попробую. Мне кажется, с какой-то определенной уверенностью входишь в это. Да просто без специй как-то, ну, думаю, жюри не понравится без специй. Соль. Без соли. Ну, хотя бы масло есть, да, приправить есть чем-то. Есть помидор, помидор, может быть, даст какой-нибудь вкус определенный. Я так думаю, что да. В голове есть уже какие-нибудь наметки, что будешь готовить? Ну, примерно, да, есть как бы еще, но не до конца. Ольга, ну я смотрю, так интенсивно, экспрессивно начинаешь это все нарезать. Прям опыт какой-то имеется, причем слайсами такими хорошими. Есть какой-то поварской опыт? Нет, абсолютно нет никакого поварского опыта. Семейная жизнь, и все. Опыт складывается в семейной жизни. Все навык, который только пришел со временем. Да нет, почему? С 14 лет в готовке. Почему с 14? Мама научила готовить. Ну, как, в детстве. Любила маме помогать готовить. Сама помогала, либо же мама, вот дочка, ты как будущая мать и жена, смотри, что я буду делать, и запоминай. Нет, я очень любила готовить, вместе с мамой становились, то есть и торт, торты, и блинчики, то есть и первые, и вторые блюда. То есть я за мамой тоже так потихоньку наблюдала, и, соответственно, училась, опыт. Какое любимое блюдо, которое ты прям вспоминаешь с удовольствием, может быть, с ностальгией какой-то? Торт Наполеон. Очень нравится. Ну, именно как ты его уже готовишь, или все-таки еще тот мамин? Нет, мамин. Мамин. До того еще мастерства не дошло? Ну, крем. Нужно вот поработать над кремом. Да, мама очень как бы вкусно готовит этот крем. Ну, я прям сейчас тоже представил Наполеон, и мне прям уже хотелось, чтобы ты сделала презентацию Наполеона, а не с того, что ты... С этого количества продуктов, я думаю, вряд ли торт Наполеон получится. Я закрою глаза, наверное, подожду, пока ты сбегаешь домой, сделаешь Наполеон. Не вопрос, могу сбегать. И жди. Итак, кулинарный этап проекта Миссис Блокнот Волгодонска 2022 года. И следующая участница – это Ольга Праймчук, которая нам покажет свои кулинарные шедевры. Будем ее оценивать также мы, несмейная судейская коллегия. Человек, который пока еще не привык к софитам, это Сергей Бибиков. Девушка, которая привыкла к софитам еще с утроба матери, даже не то, что с рождения. Это директор нового самого портала «Блокнот Волгодонска» Елена Валерьевна Жаховцова. Но я человек, который сам светит, как софит, ведущий этого проекта Юрия Скоровец. Добрый день, уважаемые жюри. Предлагаю вашему вниманию два блюда из того набора продуктов, которые успела взять за те 20 секунд. Это перец с тушеной капустой и кукурузой. Сверху посыпан сыр и, соответственно, овощной салат, огурцы с капустой. Второе блюдо – это овощи и сырная тарелочка. Получается все в совокупе. Значит, когда я расскажу свое мнение, когда занесли эти блюда, я просто обалдел. Презентация твердая, опять, вообще очень красиво, очень обалденно. Но по всему остальному моя оценка максимум три. И та с натяжкой, потому что нарезать – это одно, приготовить другое. А сыр, ну, ребята, сыр ничем не испортишь. Моя оценка три. Ну, по поводу презентации, я думаю, что это будет единогласно. Это очень красиво. И, наверное, если бы, ну, ты говоришь, что ты деткам готовишь, да, чтобы это было и красиво в том числе, чтобы они кушали. Если бы я была ребенком, я вот в таком виде тушеную капусту бы ела вообще просто каждый день. Твердая пятерка за презентацию, внешний вид. А по вкусу я тоже поставлю три, потому что, да, нарезать это не приготовить. Но, тем не менее, нарезка – это тоже одна из обязательных составляющих любого стола. То есть, всегда что-то нарезанное в тарелочке стоит. То есть, это имеет место быть. Ну, не знаю, почему-то не схватило мясо, либо что-то к колбасу, на крайний случай, было очень много всего. Поэтому, да, моя оценка тоже три. Красивая нарезка. Ну, презентация, естественно, опять здесь вообще, как бы, вариантов быть никаких не может. Вот, абсолютно других была бы оценка выше, можно было бы ставить выше. Соглашусь, что вкусовые качества мы же не отталкиваемся только от того, как это оно на вкус. Как бы, по нашим вкусовым предпочтениям, рады ли наши вкусовые сосочки. Это еще, как бы, естественно, какое-то полноценное блюдо, которое ожидаемо. Либо второе, либо первое. Опять же, тут еще соглашусь, что не хватило мяса. Я так думаю, что в капусте бы хорошо, бы гармонично посмотрелось бы свинина от колбасного цеха Колизей. Ну, вот, фаршированные. Так было бы, как соляночка бы получилась, еще бы и картошки можно было бы туда добавить. Ну, это уже совсем другая история бы получилась. Но в то же время, опять же, еще и соглашусь за нарезку, за форму нарезки. Мне прям очень нравится нарезка капусты и нарезка огурца. Ну, это прям вот видно, что хозяйка. Ровные треугольники, ровные все. Я поставлю 4, как бы, единственный балл, потому что, как бы, ну, это неполноценные блюда для кулинарного этапа. Вот. Но я бы поставил бы с удовольствием 5, но все же, как бы, это конкурс, который должен определять лучшее блюдо. 5-4.